В Кремле рассказали, для чего будут создавать Нацгвардию. Да, чтобы выросла эффективность обеспечения государственной безопасности. Удивительно, Нацгвардия будет обеспечивать государственную безопасность. А этим должна заниматься Федеральная служба безопасности. То есть подменять должна Нацгвардия ФСБ. Странно очень. Вообще то, что происходит с этой Нацгвардией, очень странно. То есть разрешает сейчас законопроект, статья 16 законопроекта. Значит военнослужащие войск Национальной гвардии имеют право не предупреждать о своем намерении применять физическую силу, специальные средства, огнестрельное оружие. Можешь себе представить? То есть могут не предупреждать. Да, без предупреждения. Взяли, застрелили и все. Если в промедлении и в их применении создаются непосредственные угрозы, это херня, понимаешь? То есть вот в Советском Союзе, в России вообще нельзя было применять оружие никогда в РФ. А в Советском Союзе можно было только в одном случае. Пограничными войсками для отражения вооруженного вторжения и прекращения вооруженного сопротивления. Вот когда к власти пришел Андропов, разрешили, то есть если пограничник видит, что идет, там я не знаю, рота вооруженная, там каким-то стрелковым оружием, да, что это военнослужащие, там какие-то бандиты и так далее, вот они переходят через границу. Вот он мог начать стрелять без предупреждения. Почему? Ну, потому что если он крикнет, они его просто мочканут. То есть, чтобы первое, для отражения вооруженного вторжения и прекращения вооруженного сопротивления. И этим разрешают против кого хоть, чтобы беременных нельзя стрелять с явными признаками беременности и детей. Все, остальных всех можно стрелять совершенно спокойно. Да, инвалидов, инвалидов, они что, будут спрашивать у него удостоверение? Нет, тогда надо наклейку такую, как на машину клеят, на одежду клеить. Причем об этом почему-то не сказал ни один юрист. То есть сейчас я уверен, что за это проголосует в Госдуму, Путин это подпишет и наделит их такими полномочиями, которых нет у самого Путина. Да, это парадокс, понимаешь? Ни в коем случае орган не может наделить кого-то полномочиями, которых нет у самого. Как ты можешь наделить, у тебя их нет. Как ты? Я скажу, блядь, давайте я вас наделю, идите убейте Путина. Вот вам полномочия, блядь. У меня нет полномочия, его убить, у вас есть, блядь. Понимаешь? Как он может наделять полномочиями, убивать людей, у него у самого нет таких полномочий. Это парадокс. Это никто не задал этот вопрос. Но это в рамках еще, так скажем, римского права лежит. Там в глубине ты не можешь отдать те полномочия, которые мне было. Ну он диктатор, он что хочет? Первый курс. Да, вот понимаешь, и тут сравнивают, говорят там, и мы в то же время сравнили со стражами исламской революции и так далее, что вот там они создали каких-то стражей исламских революций. На самом деле у стражей исламской революции есть идея. Они там боженьку защищают, религию защищают. Я не знаю. То есть защищают идею. А здесь какая идея? Чтобы Путин побольше мог украсть? Чтобы Путин мог удержать свою власть, чтобы побольше украсть? В чем идея? То есть это никакие не стражи исламской революции. Они это прекрасно понимают. И вот мне пишут, что у Путина ФСОшники есть, кадыровцы есть. А вот значит этот уровень недоверия такой. Представляешь, то есть создается еще третья структура. И вот кто от кого будет защищать? То есть он создал три структуры. И вот они будут меня все защищать. А если кто-то из них не будет защищать, то они будут защищать друг от друга и так далее. Представляешь, что там у человека в башке творится? И вот хочется процедировать Пескова. Глава Нацгвардии, генерал Виктор Золотов, будет подчиняться главнокомандующим, президенту России. Более того, Золотов стал постоянным членом Совета Безопасности. Президент ему доверяет. Он уже не ставит руководителями людей, которыми не испытывает доверия. Да, то есть ссык. Безумно. Песков прям даже вот не скрывает это. И вот представляешь, туда какие-то включили они там и ФМС, и этих, наркоконтроль. То есть те люди, которые торговали наркотиками, грабили на улице. Кстати, вот в Саратове полицейские избили, ограбили прохожего. 500 рублей отняли у него грабеж. Представляешь, что если вот... И теперь вот эти вот люди, они будут иметь право применять оружие в любом случае, когда им показалось, что он что-то там... Представляешь, что они будут? Они еще убивать будут. Затержат на 3 часа. Они просто торговали наркотиками и грабили, теперь они еще и будут отстреливать просто по любому поводу. То есть это 100% криминальная структура, вот может с чего угодно там, вот она должна там с экстремизмом, терроризмом, она будет бороться там вот с такими, как мальцев. Не будет она с такими, как мальцев бороться. Они будут свои дела делать, они что дураки что ли, они видят, что происходит. Они будут сейчас подать муку, бабки зарабатывают любым путем. Крышевать там, отнимать, все что хочешь делать. И вот мне пишут, Путин вас слушает, вы давно говорили, что надо разогнать наркополицию, про создание нацгвардии. Да, мы говорим, но мы нацгвардию имели другую в виду, а про наркополицию понятно, почему он разгоняет, но он говорит, он ее не разгоняет, он ее там сюда переводит, ничего подобного, вы увидите, там никого не останется. Ему нужны ставки, чтобы на эти ставки взять силовиков и все. Ему он что будет, вы думаете, с этой вот фигней, которой Иванов накрутил заниматься, конечно не будет. Ему уже это неинтересно, не торговля наркотиками, ему нужно сохранить свое место. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Вот вы назвали Национальную гвард силовой структурой и все повторили. Ну, то есть вот пишут, что после того, да нет, да это и так всем понятно, что это силовая, это просто, ну, некоторые тайм-аут взяли, может я первый про это сказал. Вот, я для себя записал, что Национальная гвардия, это название, применяемое в русскоязычном интернете, часто с отрицательным знаком, то есть, ну, потому что на Украине и так далее. И так назвать свою структуру, похоже, консультант по интернету полный ноль. Который как раз 2 миллиарда рублей получил. Да, да, да. Молодец. И вот пишут, почему Путин передал особые полномочия. А, нет, да. Вот. Ну, вот почему Путин, да, передал особые полномочия своему доверенному халдею. Почему вот утилизировал наркополицию и перепочинил ФМС. Ну, ФМС нужен как инструмент. От наркополиции нужны только ставки. Ну, то есть, она нахиг ему не нужна, он ее просто сейчас разгонит там, ну, кого-то оставит из силовиков и все. И произошло это, потому что Панамой накрылся. Ну, страшно человеку стал. Стало страшно, что сейчас когда-нибудь с ним будут разбираться очень сильно. Так он это откидывал, да, в дальний угол. Я вспоминаю рассказ человека, который, помнишь, там какой-то из Питера важный какой-то, рассказывал, как Путин рыдал, когда его выгнали из Смольного. Помнишь, когда Яковлев сказал, шли идти нахер там или по-другому этого пидораса. И он ушел, он напился, плакал, и вот человек пишет об этом, как он рыдал. И вот он боится этого же самого, вот этого повторения, этого ощущения. Он хочет надежную защиту. Конечно, вот он думает, что они его защитят. И вот я для себя записал. Те, кто говорит, что Путин не сдастся и будет стоять до конца, не понимают, что Путин старик, который уже сдался, но надеются, что его защитят. И это произошло. Путин сдался, он засцал. Вот я сразу же кусочек хочу из Хаккуре своего любимого дзете прочитать. Старческое слабоумие проявляется в том, что человек уступает своим склонностям. Их легко скрывать, пока он силен. Но когда он старится, некоторые черты его характера бросаются в глаза и позорят его. Это может проявляться по-разному. Но нет человека, который не состарился бы к 60 годам. И если он считает, что никогда не выживет из ума, это уже может быть проявлением его старческого слабоумия. Не надо забывать, что Путину осенью будет 64 года. Помнишь, война с X-25, пом, пом, у Битлз. Помнишь, когда мне будет 64? Так что вот я что могу сказать еще, когда говорят о Путин, про его могучее здоровье и так далее. Он дитя войны, послевоенный ребенок. Он дитя блокады, голодной блокады. Вот я просто по своей семье смотрю, вот у меня один дядя родился после войны, и он умер в 45 лет. Представляешь, он умер в 45 лет. Явной болезни никакой у него не было, ни раков, ничем просто не проснулся. Лег спать и не проснулся. Другой дядя, дай Бог ему здоровья, в мае будет 76. Он родился до войны. И вот посмотри, все, кто родился до войны, все, кто после войны, это огромная разница. И дети от тех, кто родился после войны, совсем другие. И от тех, кто минул эту войну. То есть во время войны были ребятишками и не пережили, может быть от линии фронта были далеко, не пережили всех ужасов, а от них родились более здоровые дети. И это совершенно очевидно, это никто не изучает. Так вот, у Путина ловить нечего. Все, паровоз уходит. Вот он хочет, чтобы вот этот Золотов поборолся с его старухой. Понимаешь? Ну то есть вот он борется со старостью. Это же совершенно очевидно. Сейчас он Золотова еще подогнал, чтобы тот поборол его старуху. Не поборет. Вячеслав Вячеславович, знаете, вот я вчера читал, правда, Назгвардзе, и мне вот стало странным, почему-то борьбу с коррупцией мне отдали. Было бы очень логично, чтобы они победили вообще всех. И народ, и антинародных. Наркота, коррупция. Замечательно. Правительство России проверит эффективность. Наркота, коррупция. Это как секс, наркотики и рок-н-ролл. Наркота, коррупция, что еще? Экстремизм. Национальная гвардия Российской Федерации начнет свою работу до принятия всех законов, регулирующих деятельность структуры. Да, видишь, вот Песков такое заявил. Поэтому непонятно. Вот мне пишут, вот вы не поняли, там миграционную службу и наркоконтроль, их вроде в МВД отправили туда-сюда. Я говорю, я читаю то, что читаю. У Вовы в указе написано именно это. То, что их там всех в одну кадушку закинут. Посмотрим, что из этого будет. То есть, видишь, еще что сказал на самом деле Песков. Песков сказал, тут ничего не решили. Вову там с Будуна или как проснулся, вот решил поставить Золотова самым главным. А что там у него будет? Фиг ее знать. Мы даже сами не можем разобраться. Представляешь, это вот потрясающе совершенно. То есть, создан орган, наделен полномочиями, причем теми, у которых и у Путина нет. А ни одного нормативного документа на этот счет нет вообще. То есть, вот он как-то создан, такой фантом. Он тебя может застрелить, и нет ни одного законодательного акта, на основании чего он должен это сделать. А застрелить уже может. Парадокс. Это вот парадокс Путинщины. Вчера с человеком, с одним общался, и он мне такую фразу сказал, я ему говорю, вот у нас гвардия. Говори громче, даже я не слышал. Создали национальную гвардию и, ну, перечислил, что туда будет входить, он когда все бабки себе прижали, только говорит, надо было им отдать еще похоронное дело. То есть, тогда вообще все, они бы все бабки в миру забрали. Все это прекрасно знали, понимали и так далее. Но говорят, что вот негодование Вовы вызвало, что помимо того, что вот еще Панама, что не только он, пока он там деньги крадет, тут еще какие-то сволочи наркотиками торгуют. И нам доляру не заносят в полном объеме. Он же сел, как мы посчитали, те триллионы, и сказал, блин, как мастер Безинчук, убытков-то одних сколько терпим, решил Вова, представляешь. А все очень просто, дело в том, что Испания заочно арестовала замдиректора Федеральной службы контроля за наркотиками Аулова Николая, генерала там какого-то, ну, в общем, фельдмаршала, наркотического фельдмаршала. Заочно арестовали, и теперь вот будут его в розыск объявлять, ловить и так далее. А тут его как-то не особо сильно отмазывают российские СМИ, да, потому что арестован он по делу наркомафии испанской, ну, в смысле, российской в Испании. И там, я так понимаю, железные доказательства есть. В общем-то, ну, есть мысль, что вот ради Золотова все-таки Путин создал эту национальную гвардию, так оно и есть. Вообще-то, ради себя, конечно. Золотов, когда убеждал его, сказал, Вова, ну, давай, это же для тебя хорошо, ну, и для меня хорошо, для всех хорошо, сказал Золотов. Спасибо. Спасибо.